Продолжение следует... 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 Ну и вот здесь уже Палашков вынужден вступать в игру. Под занавес первого периода этой встречи Евгений Гевель броском из дальней дистанции поражает ворота Палашкова и выводит свою команду вперед. Продолжение следует... Ну и видим, как третья шайба оказывается за спиной Палашкова. Ну и собственно Биборыс после этого старался увеличить свое преимущество, но и стоит похвалить голкипер РТШ, который в этой встрече себя продемонстрировал весьма здорово, несмотря на итоговые цифры на табло. Снова Биборыс атакует и вот здесь подключение защитника, могучий бросок Алексея Шмаметьева, но все принимает на себе голкипер. Ну вот здесь еще один бросок в ближний от Иртыша. Биборыс часто нарушал правила, за что собственно подопечные Артема Оргокова и поплатились. Немного позже, вот сейчас мы видим этот самый момент, когда усиление второго звена Иртыш реализовал большинство. Автором точного броска стал Сергей Машинец. Казалось, что интрига в этом матче жива, она никуда не делась. Больше того Иртыш в этом же самом большинстве, только уже в формате 5 на 4 пытался разыграть, но сделать этого хозяевам не удалось. И, как потом в дальнейшем показал характер матча для хозяев, это была последняя заброшенная шайба в этом матче. Ну а Биборыс, Биборыс чуть более удачный был в атаке, свои моменты западно-казахстанцы реализовывали с завидным постоянством. Вот и сейчас мы видим, как Дыньков становится автором первой своей заброшенной шайбы в этом матче. Вообще на свой счет Дыньков записал дубль. В третьем периоде Иртыш, конечно, попытался склонить чашу весов в свою сторону. Больше атаковали, больше бросали, чем соперник, но тем не менее все эти попытки оказывались тщетными. Много было силовой борьбы, много было удалений, что, конечно, свойственно для команд, которые решают задачи, причем задачи самые высокие. Но у Иртыша, конечно, сейчас более приземленные задачи вернуться в зону плей-офф. Ну вот еще одно очередное большинство Би-Бориса в этой встрече. И здесь звено Артема Гарифулина себя очень активно вело. Здесь братья Ананичевы шикарно все разыгрывают и буквально на пустые ворота выкатывают шайбу. Денькову, который оформляет дубль в этой встрече. Ну и после этой заброшенной шайбы вся интрига в матче угасла. И команды уже откровенно эту встречу доигрывали. Но даже при этом у хокистов обеих команд возникали моменты. Итоговый счет 2-5 в пользу Би-Бориса. И, в принципе, логичная победа гостей. Продолжение следует...